извините доктор прервалось видео у меня немножко не хватило памяти в телефоне вот я продолжу значит по поводу стула я сказала писает унитаз ночью не писается спит утром встает идет в туалет с этим проблем нет я очень поздно ложится спать он ложится в 12 раньше 12 он не ложится на вечер у него такая вот активность наступает он очень активный бегает прыгает рисует смотрит мультфильмы мультики смотрит он достаточно сложные такие вот как например про робота вали любит очень мультфильм кукин за за про богатырей то есть смотрит мультфильмы серьезные сложные на восприятие для детей в принципе вот но многие из них он уже знает на память потому что смотрел их много много раз любит мультики теле миль 3 где там звучит хорошая музыка он подпевает смотрит вот теперь и сейчас у него новая такая вот игра он пытается играть в эти мультфильмы он он их озвучивает он делает то что делают герои мультфильмов например что делает робот вали вот но не 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 понятно что он говорит только можно по интонации догадаться какой мультфильм озвучивает или это богатыри или это про робота вали и еще он придумал себе такую вот игру он просматривает мультфильмы останавливает мультфильм много много повторений в общем то это очень похоже как будто бы он играет в компьютерную игру при помощи этого мультика то есть он возвращается делает ускорение потом делает замедленный темп вот из каких какие-то звуки он как будто бы строит какую-то музыку из этих звуков при помощи вот тем что он работает клавишами одной рукой одна рука у него на клавишах другая рука у него на мышке он вот со стороны можно посмотреть может показаться что сидит буквально какой-то гениальный ребенок пользуется компьютером что-то там делает он очень увлечен вот он играет потом он встает попрыгать потом он опять садится играет вот такая у него сейчас игра играет он и в компьютерные игры не сложные там рыбалка какая-нибудь либо вот есть там игра кого-то надо накормить кота накормить там в такое он играет шарики вот собирает играет в компьютерную в общем то он знаком с этим делом со всем ему это нравится и пожалуй ему это на сегодняшний день нравится больше всего компьютер и компьютерные игры и развлечения разные мультфильмы утром встаем мы в детский сад трудно практически спящего его одеваю и уже вот когда мы собраны он просыпается идет закрытыми глазами и открывает их уже на улице глаза то есть вот так вот мы просыпаемся после того как мы ложимся так поздно спать но уложить невозможно я ложусь с ним если выключать свет это крик истерика должен идти мультфильм по телевизору он будет смотреть мультфильм и под мультфильм будем засыпать мультик может даже быть без звука но он должен идти иногда он просыпается ночью включает снова телевизор и тут же ложится и засыпает то есть он должен проснуться телевизор должен работать иногда мы просто выключаем все какое-то время он не замечает что нет компьютера нет телевизора но потом замечает кричит пульт пульт сам включает настраивать себе каналы которые ему надо все ищет то с такого рода техника умеют управлять это да илья не принимает никакие лекарства я не сказал о том что тогда доктор кузнецов нам прописал лечение арисполепты но мы отказались от лечения нейролептиками мы решили что мы будем сами с этим справляться то есть мы решили в таком раннем возрасте не лечить такими тяжелыми препаратами ребенка потому что мы подумали мы решили что в общем то мозг растет развивается еще может быть гормональный всплеск ну мы решили пока это дело отложить скажем так отложить но лучше бы не отложить а просто никогда не использовать их нейролептики вот но илья не принимает никаких других лекарств его невозможно дать таблетку чтобы он выпил он все внимательно нюхает проверяет чтобы ничего не добавили не дай боже в чай там или в еду и если у него даже хоть малейшее подозрение какое-то есть что там то есть он как бы такое впечатление что он мысли читает что туда что-то положили или добавили какие-то капли может быть от кашля или он ничего этого не пьет единственное что он пьет это нурофен и он просит когда у него болит голова голова у него болит это чувствуется бывает он показывает что болит вот он может выпить сироп нурофен это это только после того когда он понял что он ему помогает в общем то ну это не часто бывает это как бы не часто мы принимаем этот нурофен может быть там один раз в месяц два раза в месяц там по ложечке чайный нурофен пьет илья гомеопатические крупинки с принимает их с удовольствием мы наблюдаемся ходим у гомеопата доктора она нам много чего помогла многие много проблем у илюши ушло в общем то забором мы решили проблему при помощи доктора гомеопата ну мы продолжаем и если что у нас возникает то мы лечимся исключительно гомеопатическими средствами да я должна сказать что два с половиной года илья переболел чем-то почему чем-то потому что диагноз был выставлен орви вот но это очень странный диагноз ну что он немножко не соответствовал орви у ильи было шесть дней температура она поднималась 40 41 очень тяжело сбивалась и и практически невозможно было сбить приезжала скорая помощь сбивала нам температуру через до 39 через час она снова поднималась до 40 и это продолжалось все в течение шести дней вот на седьмую ночь у ильи упала температура до 37 5 но 6 дней и ночей была такая температура то есть при этом ребенок боялся воду боялся пить воду боялся воды вообще то есть его невозможно было напоить он ел яблоки одно два яблока в день и на тот момент было грудное молоко и это было чуть-чуть грудного молока все ребенок не пил ничего не ел на шестой день температура на седьмую ночь после моих обращений ко всем святым ко всем кому только можно то есть вот температура у ребенка упала что я просто простояла ночь на коленях промолилась и к счастью такое вот мы я думала что мы его потеряем случилось температура упала ребенок встал в 7 утра и первым делом что он сделал он пошел взял бутылку с водой и стал пить воду это просто что-то было какое-то чудесное выздоровление вот но после доктор приходила нам прописала антибиотики нам пришлось эти антибиотики давать ребенку потому что вот так вот больницу нам ехать не предлагали приезжали сбивали температуру или мы сами ее сбивали антибиотики мы принимали нам сказали что в больницу не имеет смысла ехать потому что мы принимаете очень серьезные антибиотики и просто там больнице его сведут с ума вот такой был ответ вы как хотите но бы так вот нам доктор сказала скорая помощь говорит мы бы вам не рекомендовали давайте будем справляться сами вы уже принимаете антибиотики после чего у нас получились очень серьезные проблемы желудочно-кишечным трактом после этого ребенок наш упал в такой вот определенный аут он перестал у него стал отсутствовать контакт глазной то есть он перестал смотреть нам глаза он перестал откликаться на свое имя он просто сидел практически ничего не делал он не просил есть накормишь накормишь дашь попить попьет вот но особых никаких таких вот то что был до этого наш ребенок живой активный это все ушло куда-то вот и через два месяца тогда мы посетили первый раз доктор собственно говоря невропатолога невролога извините который нам выставил вот такой вот диагноз как речевая задержка психоневрологическая задержка речи ранний детский аутизм она поставила под вопрос мы сели на безглютеновую диету просидели на ней два года в общем то изначально это диета очень много нам помогла потому что была непереносимость глютен это было явно видно было непереносимость козы и на два года мы просидели на этой диете очень много мы видели как происходит собственно говоря вот при помощи диеты излечения потому что уже через неделю после диеты ребенок стал смотреть нам в глаза но такой как прежде он уже не стал собственно говоря появилась агрессия вот гиперактивность мы очень много занимались тем что мы ходили всякие к логопедам всякие развивающие школы но это мало что помогало в общем то ребенок тут что-то помнит тут он уже не помнит то есть он пользуется словом каким-то потом это слово просто уходит и никогда не возвращается то есть какой-то идет откат назад или еще что-то была такая история нам посоветовали обратиться значит в центр мозга на 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 стимуляцию мозга это такой аппарат его разработал институт бехтерево вот и мы пошли на эту стимуляцию и на первой стимуляции значит мы стимулировали речевые центры там там стимулировали на первой же стимуляции ребенок нам выдал ничего у вас не получится такую фразу в общем то и он сдирал себя все время эти проводы проводочки не давал не хотела было видно что ему это явно не очень приятно вот после чего после этих процедур он становился гиперактивной в общем-то четыре процедуры мы прошли я почему-то стала думать о том что нам наверное не надо стимулировать вот таким образом мозг потому что он и так очень активны а тут еще больше то есть нам надо успокаиваться они ну как бы они говорили мне что да это нормальная реакция это может такое быть но кончилось тем что ему растимулировали зубы и и был кариесный зубчик и это буквально вот за пару часов у него образовался флюс очень сильный и нам пришлось ехать лечить зуб мы его полечили но полечили нам случайно доктор полечила нам случайно не тот зуб вообще с другой стороны как-то там таком тоже стрессе это все происходило вот и мы оказались в тур в тот же вечер в больнице под общим наркозом потому что нам пришлось удалять тот зуб и там уже было нагноение и чистить